Ты посмотри на них. Мэй как будто вас не кормит. Голодняк. Как будто не кормит вас. Они меня ждут. Уже знают, что я в это время должна прийти и покормить моих малышей. Давай, идем, идем. Идем. Давай, давай, давай. Сейчас я вам положу. Ой, красавцы. Стой, не выдергивай. Мэй, ну подожди, подожди. Смотри на них. Мэй, поросята, смотри, как кушают. Смотри. Ну капец. Но неисправимые. Неисправимые. Постоянно вот так раскидывают этот корм. Уже и кастрюля не помогает. Кастрюльку-то я им поставила высокую кормушечку, чтоб меньше вот так раскидывали. И посмотри, как они раскидывают это зерно. все равно. Все равно его раскидывают. Но ничего не помогает. Вот. Пуросятки. Вот такие вот. Дождались наконец-то. Жрачку принесли, да? Сейчас намешала им мешаночку. Капустные листья порезала. В эту мешаночку поставила им. Намешала. От пекинской капусты. И смотрите, вся еда у них на головах. Не вся. И на голове, и на спине, и на крыльях. Купец. Как так можно кушать? Я же говорю, вторые свинюшки. Свиньи, наверное, течь еще, не? Водичку пьют. Пошли пить водичку. Вы заметили, как они уже у меня выросли? Мои утятки. Им уже три месяца. Пошел четвертый. Вот такие кабанчики. Кстати, я вот смотрю на них. Мне кажется, что так много уточек, селезней. Ну, наверное, пару штук. Буквально. И вот этот, кстати, который вот он. Маленький самый, да? Утенок. Это будет селезень, мне кажется. Он такой в развитии отстает от всех. Почему-то медленнее растет. Вот. Но мне кажется, что это будет селезень. И вот это темненький. Вот он, темненький. Вот. Это тоже селезень. Почему я думаю, что это селезень. Сейчас покажу. Вот. Вот он, красавец. У него крупные лапы и шея. Я вот наблюдаю за ним. У него шея тоже такая вот толстенькая. Если вот смотреть на остальных. Вот. Уточек, да? Уточки. Я уже так думала, что вот это вот уточка у меня. Остальные. Вот это вот светленькая рядышком. Вот. И вот эти вот уточки. У них шеечка. Такая тоненькая, тонюсенькая. Поэтому делаю вывод, что это уточки. И у них лапы поменьше. А вот этот коричневый под вопросом. Мне кажется, что это уточка, но она такая большая. Наверное, любит покусать. Я думаю, что она любит просто покушать. Всполошились. Что-то мои петухи и куры. Рядом собака, наверное, пробежала и они сполошились. Или кошка. Так они реагируют на чужаков. И вот эта вот уточка. Коричневенькая. Я так думаю, что это уточка. Потому что я ошибаюсь. По мне, вот у нее лапы поменьше. У этой уточки. Видите, вот лапки какие у этой уточки. Поменьше, чем вот даже вот этот рядом стоит, у которого крылья еще даже не выросли. как положено. У него лапы побольше. Так что? Получается, что у меня уточек будет очень много. Мишка. Мишка, ты что сюда прибежал и тяпкаешь? Ну иди отсюда. Быстро. Солнышко светит нам хорошо, да? Красавцы. Дождались наконец-то, да? Кашку дождались, а то прям голодные. И люди подумают, что вас не кормят. Но не кормят совсем. Кормлю уточек три раза в день. Хотя вот думаю, сейчас, может быть, перевести их на двухразовое питание. Все-таки зима, темнеет сейчас рано. В полпятого они уже заходят в свой домик на ночлежку. Но кормлю все равно три раза в день. Уточка, она уже, можно сказать, выросла, да? Как бы сейчас у них такой подростковый период. То есть как бы и не взрослая, но и не младенец, правильно? Подросток. Шесть месяцев уточка должна занести. Это у меня будет где-то в марте. Может быть в апреле. Вот. И я хочу, чтобы уточка действительно занеслась в этом возрасте. А чтобы она занеслась раньше не в восемь месяцев, а в шесть месяцев. Я поэтому и кормлю их три раза в день. То есть чтобы они полноценно мне росли, полноценно мне развивались. Да? Чтобы не были отстающие. Ну, вот один утенок, я уже говорила, что он чуть отстает у меня в развитии. Но он не пойдет мне дальше на размножение. Конечно, его придется, как чуть наберет вес, убрать. Хотя, кто его знает. Посмотрим. Посмотрим, что буду делать дальше. Будет видно, что я буду с ними делать. Но они уже подросли заметно. В принципе, можно было бы, может, уже и отправлять их в кастрюлю с супом. Но я считаю, что это еще рано. Еще нету в них столько мяса, чтобы рубить. Хочется все-таки, чтобы набрали еще хотя бы с килограмм. Вот. Мои уточки. Ну, и я хочу эту уточку и размножить. Из них сделать семью, оставить одного селезня. И оставлю четыре уточки. Вот так. Ну, это я так планирую. Я посмотрю, как они будут в дальнейшем себя показывать. И вот этого селезня, который у меня самый такой крупненький. По-моему, вот он темненький. Я его оставлю. И буду выбирать уточек. Вот. Остальных, конечно, что я буду кормить их, что ли, целый год. До следующей зимы нет. Ну, буду смотреть. Пусть пока набирает вес. И повторюсь, не экономлю на питание. Ну, то есть можно было бы кормить и два раза в день. Правильно? Но я этого не делаю. Я кормлю их три раза в день. И они уже к этому привыкли. И знают, в какое время я приду. И ждут меня. Уже накушались. И посмотрите, какие поросятки. Сколько еды там вокруг этой кормушки. Это кошмар какой-то. Вот. Зато они уже спокойные. Наелись. Взяли свою дозу. И будут сейчас отдыхать. А вот эта вот коричневая уточка. Ну, прям. По мне, это поросенок. Прямо. Поросенок. Я думала, это утак. Но мне кажется, это все-таки уточка. Потому что, повторюсь, у нее лапки вот маленькие. Маленькие. Шейка тоненькая. Она вот крупнее других моих уточек. Ну, я делаю вывод, что она хорошо любит покушать. Это нормально, в принципе. Набрала свою массу. Я довольна. Пусть кушает. Посмотрим, во сколько мои уточки занесутся. Я думаю, что при таком кормлении, как я их кормлю, они занесутся в положенное время. Это мускусная утка. Она растет дольше. Набирает свой вес, чем, скажем, пекинская уточка. Ну, не будем сравнивать и с мулардами, которые, естественно, в этом возрасте еще крупнее. Но мускусная утка очень хороша на племя. Садится на яйца уточка. Поэтому даже не надо иметь инкубатор, чтобы разводить мускусных уток. Потому что уточка сама сядет на яйца и будет сидеть на них. И появятся маленькие утятки с яиц. Вот я на это надеюсь. Вот. И посмотрим в будущем, как у нас будут развиваться события. Как будут расти наши утята, да? Молодцы, молодцы. Малышки поели. Что ты там смотришь? Что и кормушки там? Что еще что-то осталось? А? Боже мой. Я не знаю. Как я борюсь с этим вот ихнем разбрасыванием еды. видно да ну ничего не могу придумать все равно раскидывают еду конечно они подходят и подбирают вот с пола подбирают но все равно своими лапами же затаптывают капец как вот кушают они у меня в основном я делаю мешанки у меня комбикорм комбикорм идет у меня для кур не сушек вот у меня комбикорм я его запариваю кипяточком вот и потом могу туда намешать еще что-нибудь уже приучаю и к зерну цельному пшеницу даю и кукурузу начала крупную давать правда пару раз его давала два дня не доедали эту кукурузу вечером дала с мешанкой в перемешку смотрю кукуруза осталась утром когда кормила естественно опять дала им корм смотрю до обеда доели доели эту кукурузу так что хочешь не хочешь все равно доедят кукурузу цельную я им стараюсь как бы так особо не давать потому что она присутствует присутствует в комбикорме раздробленная поэтому цельную я таким сильно не даю а вот пшеницу пшеница тоже комбикорме принципе присутствует просто им наверное легче эту пшеницу пожрать вот а в мешанку еще добавляю разные отходы со стола в общем все овощи что есть хлеб размоченный даю сегодня им перепала капусточка уже неделю им даю капусту именно пекинскую капусту так получилось что у меня есть целый мешок листьев пекинской капусты муж мой принес еще и кабачок тыквы есть подвале у меня не закончилась еще вот я натираю на терочку очень тоже любят и смешанкой так мешают и даю или же могу сухой комбикорм перемешать с овощами более рассыпчатый получается корм или же сухой комбикорм тоже могу давать иногда допустим нету времени запарить этот комбикорм я его даю сухим но это бывает раз в сутки не больше если вдруг не получается вот запарить нету времени бегом бегом поэтому даю сухой они привыкли к такому кормлению и довольны я считаю уточок уточок главарь так что вот так покушкали идите уже куда-нибудь отдыхайте скажи выйдешь с нашего утятника да выйдешь и мы будем отдыхать до слушать слушать что я говорю идите отдыхайте тем более у них есть у них есть зона отдыха он там огороженная солнце туда не поступает там тенечек если хотят они находятся в теньке на бревнышке садятся любят там сидеть кстати в рядочек они хотят вот здесь греются на солнышке сейчас в зимнее время любят отдыхают вот видите я отошла оттуда пошли пить что не могли мне сказать отойди в сторонку мы хотим пить ну вот такие настила спасибо всем за просмотр до новых встреч с вами была наталья пока пока а